Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно системных требований Star Citizen, потому что это либо шутка разработчиков, либо издевательство над игроками. А обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, осмяконтент, если хотите поддержать меня, и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, а вот теперь поехали. Насмотревшись, умопомрачительных видео от различных игроков. По поводу Star Citizen люди думают то, что вот да, это та самая игра, в которую я хочу играть, великолепный графон, ничего не лагает, все прекрасно, они говорят то, что все прекрасно работает. И вы такие, а давайте-ка я загуглю, какие системные требования у данной игры. Вы идете в гугл и собственно вбиваете это дело, и вот что у вас вылезает первой ссылкой. Процессор четырехъядерный, видеокарта 1650, SSD-шечка, конечно же, и, ну, операционочек. Как вам такое? И на официальном сайте разработчиков написана следующая информация. Графическая карта с тремя гигами, ну или четырьмя. Quad-Core CPU с AVX инструкциями, Intel Sandy Bridge и AMD Bulldozer. Это, если что, архитектура. И 16 гигов оперативки, и SSD-шка. Просто shut up and take mamani. Почему? А потому что у нас архитектура Sandy Bridge и Bulldozer, знаете, какого года? Sandy Bridge. Микроархитектура центральных процессоров, разработанная фирмой Intel. Основана на 32-нанометровом технологическом процессе. Содержит встроенный видеоускоритель. Анонсирована 3 января 2011 года. Процессоры от архитектуры продаются на рынке под торговыми марками Core i7, Core i5, Core i3, Pentium и Celeron. AMD Bulldozer. Кодовое название процессорной архитектуры процессоров AMD64 от компании AMD семейства 15-го. Изготавливаем их по 32-нанометровому техпроцессу. И предназначены для серверов и высокопроизводительных ПК. Во втором квартале 2010 года AMD получила первые образцы данных процессоров с архитектурой Bulldozer. Как вам, а? Процессоры больше чем 10-летней давности могут тащить торситься. Просто реально, шатап, тэк-дэк, мэй, мэри. Серьезно? Серьезно? Вы чё там просто делаете? Я не понимаю, почему такая информация находится на официальном сайте? Или это чтобы побольше кораблей продать? Честное слово, я не понимаю. 1650 это последняя видеокарта, наверное, 4 гигами? Про процессоры я вообще молчу. Ладно, хорошо, с SSD-шкой они не соврали. SSD реально нужна. Без неё будет прям очень тяжело. Но вся остальная информация это просто ужас. Вы представьте то, что на архитектуре техпроцессоров у вас будет 16 гигов оперативной памяти DDR3 с низкой пропускной способностью. Ребята, чё вы там делаете, я не понимаю. Так эта информация, повторюсь, на официальном сайте. И первая строчка в гугле. Почему эта дезинфа вообще тут имеется? Или это позволит вам просто скачать лаунчер, а не играть в игру? Да, блин, даже различные интернет-издания, сайты, не знаю, как это правильно назвать. Вот, допустим, нашёл. Операционная система Windows 8, 64 бита. Процессор Intel Core i5, 2500k, 3300 гигагерц. AMD Phenom X4 940. Оперативка 16. HD. 80 гигов, почему-то не SSD. И видеокарта GeForce 1650, либо RX 407 с 570 с тремя почему-то гигами памяти. Это... ВГТАИМС. Интересные, ребята. Ctrl-C, Ctrl-V с официального сайта и типа, это правда? Человек, который играет в онлайн, No Man's Sky, Elite Dangerous, какое-либо космосимое, либо что-то связанное с космосом, увидит Star Citizen и будет охать и ахать, потому что данный проект предлагает то, что не предлагают другие. И с очень красивыми системными требованиями. Человек проверит информацию, прогуглив её на различных сайтах, и на официальном сайте в разделе системные требования. И вот, к примеру, ещё один сайт, который пишет непонятно что. Никакой рекламы, это даже для этого сайта антиреклама. Минимальные системные требования, тот же самый Core i5-2500K, Phenom X4-940, оперативка, АЗУ-шечка, графический процессор GTX 680 и Radeon HD 7970. Вы серьёзно? А вот в рекомендованных, между прочим, Intel Core i7-37700 и FX-8350. Всё, наверное, теперь третий, естественно. А по видеокарте GeForce GTX 780 и Radeon R9-290X. Вы, блядь, серьёзно сейчас? Людик, будут гуглить и видеть это! И тратить деньги на Star Citizen! А на деле всё вообще не так радужно. Всё, что находится в интернете, ну, по крайней мере, большая часть которой вылезает при запросе касательно системных требований Star Citizen, включая официальный сайт разработчиков, является, ну, не то чтобы враньём. Напишите в комментариях сами, как это называется. То я могу посоветовать, собственно, от себя в плане подбора железа к данной игре. По поводу процессоров, ребят, Intel, 9-тысячное поколение старшее семейство, либо 10-тысячное, 11-тысячное, 12-тысячное, i5 и выше. Но! Эта игра настолько высокотехнологична, то что не может нормально работать с энергоэффективными ядрами, которые у нас появляются в 12-м и 13-м поколении Intel видео касательно этой темы. Вот, пожалуйста. Никакой DDR3, ребят. DDR4. Если DDR5, то будет прям хорошо. Но это ощутимо будет дороже стоить платформ. Не забываем об этом, потому что процессор, материнка, оперативка. Так вот, что об оперативке? 16 гигов будет маловато. Берите 32. По поводу AMD-шных процессоров. Я сам был на таком. Я использую его по сей день в своем стрим ПК. Это Ryzen 2700. В связке Ryzen 2700, 1050, 1060, и 3080, и 5500 XT я играл в Star Citizen. Могу сказать одно. Слабовато. Вот слабовато. 3600, 3700 и уже выше, это будет прям хорошо. В идеале я бы вам бы рекомендовал пятитысячную серию процессоров. 5600, либо 5600. Можно взять 5600, снять ему Power Limit. Но это не важно. Переплачивать за 7 тысячное поколение особо резона не будет. Нет, конечно, будет лучше. Но можно этого не делать, и взять то, что подешевле. Правда, учитывая, сколько сейчас это стоит, будет не особо дешево. Эта игра очень любит жрать процессор. Да, наверное, как и все. Берите восьмиядерник, не прогадаете. А вот что касательно процессоров с 3DK, это 5600 X3D, вот тут не подскажу. Но ребята, которые с такими процессорами, говорили то, что все хорошо, все прекрасно. Может, они это говорили, потому что у меня процессор Intel 13700 KF. Не знаю. Дисковое пространство. Естественно, SSD. SATA достаточно. То есть формата 2.5, подключенный по SATA 3, будет достаточно. Если у вас есть возможность поставить это на SSD M.2, NVMe, PCI-Express 3, PCI-Express 4, PCI-Express 5, да, сделайте так. Так будет лучше и приятнее. Но, повторюсь, саташного SSD-шника хватит. А вот с видеокартами, друзья, тут прям будет веселье. Примерно, все, что выше 1660, то есть, 1660 Ti-1660 Super 2060, 2070, их суперверсии 2080, выше, выше, еще раз выше, те же самые 3050, 3060, 3070, 4000-ое поколение, будет более-менее. У меня на 3080, не TI-версии, бывают лаги и просадки. Но она у меня работает в 2К. Игра. Что касательно карты AMD. У AMD все, что выше, начиная с видеокарты 6600. Да, 2К будет не везде, в нормальном фреймрейте. Но от чего-то стоит стартовать. Нет, можно, конечно, взять старую 580 или 590 на 8 гигов, да, которая будет жрать неистово, греться неистово и выдавать не особо хорошую картинку в плане количества кадров. Начинайте с 6600. А сейчас уже и 7000-ое поколение вроде как есть. И вам не кажется то, что это вообще не то, что показано разработчиками на их официальном сайте? Зачем, блин, так делать? Либо, ой, они забыли что-то там поменять. Как такое можно забыть поменять на официальном сайте, где человек, прежде чем купить ваш продукт, прежде чем додонатить вам денежку на разработку вашей игры, смотрит системные требования у вас, блин. К проекту я отношусь хорошо, но у меня очень много вопросов к разработчикам касательно тех либо иных моментов. Серверный фпс. Спасибо большое StarCity, но то, что я знаю, то, что такая штука теперь есть. Оказывается, оно реально есть. В чем суть? Чем больше загрузка серверов, тем больше возможных лагов, багов, ну и проблемы с производительностью. К примеру, давайте вспомним, когда у вас происходят выставки кораблей бесплатно на неделе, когда любой желающий может поиграть, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и происходит карамешный кошмар. То есть, ваше железо показывает одно, а когда происходит эта халява, все очень грустно и печально в плане производительности. Процессор мой 13700KF с исключенными энергоэффективными ядрами, потому что иначе играть невозможно, прогревается в этой игре до 85, наверное. Охлаждает башня Deepcool Assassin 3. А 3080, когда мы играем в 2К, бывает прогревается до 74 градусов в авторежиме. Нормально, да? Да он вольтен делал. И при всем при этом на моем железе бывают лаги и просадки, когда какое-то небольшое, там 5, 6, 8 игроков находится рядом, кто-то летает, застреляет, тут что-то еще делает. Просадка, 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 еще раз просадка. И что у нас на официальном сайте? Видеаха с 4 гигами памяти, 4-х ядерный процессор, да-да-да, конечно же, верим. Повторюсь, проект люблю, буду снимать по нему видео, уже совсем скоро буду делать видео по механикам. Но, сейчас вначале поговорим как и в этом видео о проблемах игры, которые, ну, прям вот мешают новым игрокам. В интернетах ходит такая информация, байка не байка, вранье не вранье, то, что Star Citizen это пирамида, эта игра никогда не выйдет, все это спекуляции, чтобы заработать деньги, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не верю в это. Но, когда я вижу вот такие вот моменты с тем, то, что разработчики на официальном сайте у себя публикуют, у меня прям закрадывается вопросик. Напишите, что вы думаете касательно всего вышесказанного в комментарии, будет очень приятно почитать. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.